всем привет из солнечной греции с вами юля вы находитесь на канале вышивки крестом сегодня я хочу поделиться с вами моей большой большой радостью я оформила несколько работ оформление работ это для рукодельницы всегда праздник всегда большая радость поход багетную мастерскую дело такое непростое на это нужно отважиться потому что с каждым годом оформление багет становится все дороже и каждый раз об этом думаешь не один раз и принять решение тип багетную мастерскую это такой скажем маленький подвиг но я решила себя побаловать и оформить несколько работ перед вами сейчас находятся две работы с левой стороны фея розового сада это набор фирмы алиса я его вышивала года 3 4 назад и оформила ну года три назад до примерно три года назад я оформила эту феечку поэтому это не новое оформление но показываю вместе две работы потому что мой букет который находится с правой стороны я оформляла в пару к этой фее знаете так у меня почему-то сложилось что я она вышивала очень много дизайнов работ которые предполагались и быть вышиты в паре и оформлены в паре но как у большинства у меня приходят такие приливы вдохновения хочется вышить то одно то другое начиная много процессов что-то идет легче что-то сложнее у меня получается неорганизованная рукодельная деятельность ну в общем полный творческий процесс что пришло вот сегодня какое-то у меня желание то и вышиваю ну в общем работу оформлять хочется поэтому они мне тоже оформлялись оформлялись вот по одной в основном надежде что я буду вышивать какие-то пары буду оформлять работы парами потому что когда они все по-разному оформлены и разная тематика знаете вот как-то их сложно разместить потом в доме получается как-то все разношерстно и вот я сейчас себя хочу как-то организовать и все-таки ну хотя бы некоторые работы уже скомплектовать и начинать уже их вешать развешивайте более парно логично ну как-то чтобы это было все организовано эстетически в общем такое долгое вступление но это к тому чтобы было понятно почему я выбрала точно такое же оформление как у моей феи розового сада картинка получается статичная но по-другому как-то не получается с освещением с ракурсом вот чтобы все было видно поэтому будет статичная картинка некоторое время значит первое у меня была оформлена моя фея розового сада очень люблю кстати эту работу вышивалась она настолько легко настолько душевно вот единственно жалею что я не заменила основу на равномерную но тогда опыта было мало и старалась как бы вышивать и всеми материалами которые были в наборе но вот сейчас бы я конечно уже заменила вот и оформление значит здесь идет две составные рамы деревянные дорогой багет у нас как-то пластика практически нету все что есть все дерево и все дорого поэтому приходится уж раскошеливаться сделала поближе чтобы показать вам узор на раме и захватила сразу два уголка чтобы вы увидели разницу внутреннего багета значит у феечки идет темно-бордовый вставной багет для меня это было тогда в новинку чтобы не делать паспарту а делать именно два составных багета мне понравилось интересно что-то новое вот ну и соответственно когда я выбрала этот букет он по стилю очень похож похож подходит как мои феи их можно вместе разместить цветочная тематика и когда я пришла в багет на мастерскую в свою я очень была рада тому что этот багет еще существует и поэтому мы выбрали сразу же этот багет была небольшая дилемма какой же делать внутренний багет какого цвета пробовали абсолютно все цвета но более-менее то что мне понравилось это вот такой вот голубенький с белым протиром неровного окраса вот хотела вам показать багет еще раз поближе может вот смотрите какой интересный идет рисунок то есть багет он с узором и с неровным прокрасом то есть там есть и розовый немножко цвет и немножко красненько присутствует в общем такой красивый багет мне он нравится ну а теперь поговорим о ново оформившиеся работе с правой стороны букет цветов это дизайн фирмы ланарта дизайнер маржелин бастин у меня изначально это был набор фирмы ласка но впоследствии когда я приступила к вышивке я решила заменить там буквально все и основу и ниточки поэтому сохранила вышивала я буквально только по схеме из этого набора в которой тоже были какие-то свои недочеты но я уже не стала сильно углубляться в этот момент просто вышивала и в принципе эти недочеты они не настолько как бы играют какую-то такую серьезную роль процесс отшива мне очень очень понравился я люблю линду 27 аккаунта равномерка приятно все вышивается цветов здесь много здесь около на 30 35 оттенков если я правильно помню достаточно такой затратный процесс но он очень приятный очень много здесь нежных цветов зеленые розовые фиолетовые вот если вам хочется красок хочется чего-то такого яркого насыщенного и легкого в отшиве конечно этот букет он просто великолепен и я думаю что две эти работы очень даже хорошо сочетаются цветочная тема поэтому я их оформила вместе так сказать они у меня будут теперь как-то рядышком размещаться и последствии цветочные дизайн и вот в таком плане тоже я буду оформлять в этот багет в таком же стиле чтобы вместе их размещать была какая-то единая такая композиция вот такого меня получилось оформление пишите как вам нравится не нравится мне интересно будет узнать ваше мнение а сейчас мы перейдем к еще одна работе которую я оформила и главная моя картина которая оформилась в этом походе багетную мастерскую это мой бёрдж-поинт дизайн фирмы dimensions но вышивала я подбором здесь у меня участвовали и нитки дмс и пнк и нитки фирмы dimensions все что было я все подбирала когда увидел этот дизайн загорелась и просто потеряла покой пока не нашла схему и буквально сразу же я приступила к отшиву этой работы вот она у меня полежала как это часто у меня бывает даже любимые работы дизайны которые сразу отшиваются им нужно отлежаться в рулоне так сказать как хорошему вину а потом они идут оформляться ну вот наконец-то добралась я до багетной мастерской и вот так замечательно оформила эту работу я считаю что у меня удачное оформление можно было бы конечно сделать еще лучше интересней но хочу вам сказать сразу о наших багетных мастерских наши багетные мастерские не умеют работать с вышивкой очень здесь маленький спрос вообще на оформление багет потому что оформляют на что оформляют ну картины не такой уж большой рынок по оформлению картин и вот в частности по оформлению вышивки багетчики не умеет работать с тканью не умеет оформлять вышивки и даже мой мастер он тоже очень часто густо делает ошибки часто приходится исправлять и вот в этой работе в этом оформлении тоже есть недостатки но уже как бы я так закрываю глаза да ну скажите юль ну как же так ну вот так вот приходится приходится поступать так потому что выбора здесь нет деваться некуда и оформлять хочется и приходится как бы вот на какие-то недостатки даже закрывать глаза ну я своего мастера учу рассказываю объясняю но все равно видите мастеров хороших здесь нет это вот такая проблема есть искать и ходить по всем багетным мастерскам мастерским знать это тоже такое сложное занятие это нужно что уносить все свои работы и постоянно рисковать и это это конечно не вариант вот поэтому как бы я дружу уже с одним мы с ним в общем так как бы находим общий язык что-то мне переделывает где-то что-то как бы я уже мне просто лень ездить и я смиряюсь вот но есть надежда что когда-нибудь и здесь будет очень очень качественный конечно сервис но так как здесь спрос маленький тоже выбор багета не очень большой но вот видите мы все равно находим интересный вариант и оформляемся вот данное оформление это полностью моя идея как-то знаете вот я сразу ушла с целью представляла как я хочу оформить эту работу единственное хотела сделать золотой слип но золотого слипа не было хотела сделать бархатное паспорту стоимость барахтного паспорту здесь очень очень дорогая поэтому пришлось сделать немножко такой попроще вариант обычная коричневая такой теплый паспорту и золотое паспорту внизу для создания глубины и теплоты покажу поближе багет багет здесь имеет внешне внутренние вот эти вот стороны золотые посерединке полосочка имеет тепло коричневый окрас похожий на бархатное паспорту вот с такими разводиками очень красиво сочетается и очень выгодно подчеркивают саму работу но паспорту коричневый вы видите и золотая полосочка я не знаю видно ли золотой паспорту сейчас или нет очень сложно было подобрать ракурс всегда сложно показывать работы с темным паспорту или с темной основой играет вот этот эффект зеркало ну я стараюсь я стараюсь вы простите за то что есть блики я думаю что основная картинка вам понятно вот такая у меня получилась картина целом я довольна мне очень нравится знаете это первая картина по которой у меня стали поступать предложение продать ее ну я такой скряга я не продаю свои работы потому что сейчас тогда у меня было время вышивать сейчас я еще вышиваю но времени у меня мало поэтому кто знает может быть через два-три года я не смогу вышивать столько работ я уже сейчас вышиваю меньше и вот эти мои работы я вам буду вспоминать их буду смотреть на них любоваться не все работы можно вышить два-три раза хочется много работ хочется видеть все работ оформленные много хочу шик все нравится и я как бы не продаю вот мне даже попросят подарить я наверно тоже откажусь я почему-то очень жадная к своим работам люблю свои вышивки вот ну что такие у меня новости я очень рада что у меня получилось оформить две работы на этом у меня все желаю вам хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч пока пока пока